— Добрый вечер. — Здравствуйте. — Откуда будете? — Откуда будете? — Санкт-Петербург. — Я провожу вопрос. Как считаете, Россия права на посыл Украину? — Права ли Россия на посыл? Или как? Слово это пропадает. — Напав. — Напав на Украину. — А, напав на Украину. — Права? — Но мы же не нападали. — Не нападали? — Не нападали. — Нет. — А что делает армия России в Украине? — Она... — Защищает своих людей. — Если армия России находится на чужой территории, то она, наверное, напала? — Наверное, напала. — Или вы называете это просто зашла? — Просто зашла. — Ну, тут же... — И каких своих людей? — Каких своих людей? — Вы о чем? — Вы о чем? — Тех, которые живут в Донбассе, в Луганске. — Ну, вы посмотрите этнический состав. — Там вообще-то украинцев большинство. — Там вообще-то украинцев большинство. — Ну, сейчас я... — Чувство знаю. — Каких своих людей вы защищаете? — Каким образом? — Каким образом? — Уничтожив Маринку, да? — Уничтожив Маринку, да? — Авдеевку, Бахмут, Мариуполь, да? — Вы защитили людей на Донбассе. — Но вы же еще не рассмотрели точно падение ракеты, не доказали, что это Россия стреляла. А если это ваш Зеленский обстрелял? — То есть вы хотите сказать, что на протяжении двух лет уже фактически... Не говорите со мной одновременно. То есть вы хотите сказать, что на протяжении уже почти двух лет российская армия стреляет исключительно высокоточным оружием, а то, что попадает в украинские дома, да, это всегда виновата Украина на протяжении всех этих двух лет, да? Серьезно? — Нет. — Нет, такого мнения у меня нет. — Ну а что ты давай? — Российская армия тоже имеет возможность ошибаться. — Угу. — Ошибаться. А еще она имеет возможность целенаправленно бить по *** объектам. — Ну это же доказательства еще не я... Только вами ваше мнение предоставлю. — Нет. Доказательства прямо Министерство обороны России вам это доказательство предоставит. — Предоставит. — Хорошо, мы тогда будем за это извиняться и... — О, а давайте я вам сейчас прямо докажу, а вы перед украинцами извинитесь. Вот вы сейчас на стриме прямо извинитесь. Вот прямо перед ними. — Вот прямо перед ними. — Давайте. — Давайте. — Ну вы что покажете? Какой факт? — Доказательство. — Доказательство. — Того, что российская армия попала... — Чистосердечное признание Министерства обороны, да. — Наша, российская? — Конечно. — Конечно. — Показывайте. — И вы извинитесь перед украинцами, да? — И вы извинитесь перед украинцами, да? — Ну почему нет-то? — Угу. — Потому что я украинцев так же уважаю, как и своих родных людей в России. — Ну давайте, смотрите. — А украинцы... — Просто как пример, да? — Просто как пример, да? — Я сейчас не буду брать даже то, что происходило там в Харькове, например, на днях. Потому что Россия каждый день вообще обстреливает, но вам это не показывают. А конкретные доказательства с Министерством обороны, да? Смотрите. Сейчас скажу. 28 апреля прошлого года в город Умань прилетела ракета. Погибло 23 человека, из них пятеро детей. Министерство обороны в тот же день опубликовало, значит, такую запись. Чистосердечное признание. — Чистосердечное признание. — В тот же день, буквально спустя час, вы можете зайти в телеграмм Министерства обороны России от 28 апреля и убедиться, что есть такая фотография. — Точно в цель. — Точно в цель. — В телеграмме? — В телеграмме, да. Министерство обороны официальное. Официальный канал Министерства обороны России. Точно в цель. — Точно в цель. В тот день, когда в Умане 23 человека из них пятеро детей. Будете извиняться? — Будете извиняться? — Да, извинюсь. А вас после, ну, хотя бы признания, даже не требую извинения и не прошу, а признания того, что в Донбассе Аллея Ангелов она существует, вы, украинцы, признали это? — Во-первых, я россиян. — Во-вторых, я россиян. — Во-вторых, Аллея Ангелов существует, а кто устроил все это? — Кто устроил? — Хотите, скажу тоже. — Хотите, скажу тоже. — Ну, конечно. — Давайте. Матрис, решение Большой палаты ЕСПЧ, вам зачитаю, по жалобам Украины и Нидерландов к России. Решение Большой палаты. Можете, опять же, проверить. Номер 8019-16. Среди прочего, суд установил, что районы востока Украины, находящиеся в руках сепаратистов, были с 11 мая 2014 года и по меньшей мере до 26 января 2022 года под контролем Российской Федерации. В этой связи суд сослался на присутствие на востоке Украины... Что вы? Меня снимаете там или что? — Писать просто не могу. Быстро записывать. Вы еще раз продиктуйте, на что сослаться. — Хорошо. — Решение Большой палаты. — Суд сослался на присутствие на востоке Украины контингента российских вооруженных сил, российских вооруженных сил, даже не наемников, не чувака Вагнера, понятно, что они так были, а именно вооруженных сил, начиная с апреля 2014 года. — Почему же тогда никто, иностранные СМИ, об этом не трубят и не рассказывают об этом во всем? — А вы часто читаете иностранные СМИ? — Ну, так, да, смотрим. — Оригинал или то, что вам там переводят? — Явно же не оригинал смотрят, правильно? — Ну, возможно. — Ну вот. Вы читаете то, что вам на блюдечке подают? — А есть конкретные документы. — Ну, у нас же тоже много конкретных документов. — Не хотите вообще извиниться? Залию ангелов теперь. — Если мы покопаем, вы тут извиняться будете за каждый день вообще. — Нет, просто понимаете, вы человек подготовленный. — Вот именно. — И красочно все обсуждаете, разговариваете. Я как бы не в том состоянии сейчас ни сидел, ни с актом подготовленных своих документов тоже нет. Нет у меня компьютера рядом, чтобы предоставить сведения и документы. Но у меня есть доверенные лица, которых я слушаю, и у меня просто нет никакого возможности. — А что за доверенные лица? Очень интересно. — Ну вот, допустим, знаете такого Михеева? — Нет. Скажите, на каком основании Россия напала на Украину? — Украину. На каком основании? Если завтра при нашем попущении НАТО будет стоять у нас рядом в Житомирской области, во всех областях, то тогда в Донбассе, в Луганске, тогда что тогда нам будет делать? — Отвечаю на ваш вопрос. Во-первых, почему-то... Подождите, я уже начал отвечать, поэтому я выгушал. — Повторить. — Да, повторить. — Я говорю, поступить чуть грубее, конечно, не совсем тонко и выделено вырезать раковые клетки, а отрезать сразу орган какой-то, но зато защитить основу организма и оставить сущность большую страну, так сказать, миросоставляющую страну, жить. — Теперь я отвечу хорошо. Какие обороты у вас? Очень странно, почему вас не смущает то, что НАТО уже давно есть в Литве, Латвии, Эстонии, теперь Финляндии появилось. Для вас это как бы ничего не значит. Я вас не слышу, я выключил звук, потому что отвечаю. Для вас это почему-то ничего не означает и вас это не смущает. Прямая граница России с НАТО увеличилась в два раза, даже чуть больше. Вас это не смущает? Главное, что там Украина. — Смущает очень сильно. — Смущает. А что на Финляндии не напали? — Ну, сначала мы здесь. — Сначала там, здесь разберемся, а потом Финляндия достанется. — Да нет, Финляндия зачем? Она сама поймет, своим временем останется при своих. — Да, конечно. Смотрите, какая штука. Есть, точнее, был до 2019 года договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. И согласно этому договору, опять же, если я стал с вами говорить документами, 16 пункт в этом договоре, там написано, что стороны Украины и Россия не препятствуют друг другу во вступлении в различные международные союзы. — НАТО — это и есть международный альянс. Соответственно, согласно этому пункту Россия должна была просто поддержать Украину в этом стремлении вступить в НАТО. Вот и все. — Более того, Россия сама хотела в НАТО, и база в Ульяновске была в 2012 году. Вы не знали? — Конечно. Я просто не помню год, когда был подписан нерасширение НАТО. — Что было? Где это же не подписано? — Расширяет его. — Где было подписано нерасширение НАТО? — Не помню, в каком году уже, сейчас не скажу, в 2011, в 2019, в 2018 или в 2018 году был подписан договор о нерасширении НАТО. — С кем? — Но все-таки они... — Между кем и кем? — Между кем и кем. — Ну как, они создали договор между нами. — Кто? — Между кем и кем договор-то был подписан? — Между кем договор-то был подписан? — Они же... — Они же... — Кто бред рассказывал? — Фактов я пока от вас не услышал. — Я услышал от вас пропагандистские штампы, которые вы мне просто ретранслируете. — Мы же не все с вами под законы равняем, но... — Так нужно жить по законам. И если страна нападает на другую страну, то у нее должны быть хотя бы какие-то документальные доказательства своей правоты. — Своей правоты? — А пока все против России. — А человеческие нравы, а человеческие отношения вообще это никак не включено? — Подождите, о каких нравах и отношениях вы говорите, когда одна страна просто безо всяких причин нападает на другую? — Ну потому что Россия не хочет, чтобы к нам вместе с Америкой, с Европой через Украину вторгалось вот это разложен, разлагающее общество. — Построили бы нахрен себе колючую проволоку по всей территории и жили бы в своем бараке, но не лезли бы к другим. — То, что, смотрите, многим может не нравится, что в России сейчас полная тотальная несвобода людей, что людей сажают за посты ВКонтакте, за лайки в Одноклассниках, за плакатики людей сажают. — Понимаете? Это очень многим не нравится, но никто же не приходит к вам с танками для того, чтобы, блин, разбить вас и научиться жизни. — А вы, вот, дружище, вы грамотный же человек-то. — Ну, спасибо. — Вы же знаете, что я подразумеваю под своими словами, но вы провоцируете именно свою точку зрения, не рассматривая, не расширяя именно мои высказывания. — Так вы пока свою точку зрения не защитили никак. — Да я же вам говорю, что я, сидя за столом, хотел пообщаться там с девчонками, с пацанами, но не подготовившись к той ситуации, которая у меня сейчас, и так как имею возможность культурного человека из Санкт-Петербурга, не могу вам перечить и также, честно сказать, не могу вам предоставить эти факты, потому что не подготовлен сейчас на данный момент. — Хорошо. Вы не подготовлены, давайте тогда вы подготовитесь, и мы, если в следующий раз с вами встретимся, то будет о чем поговорить. А пока извинитесь перед украинцами за то, что я вот вам уже доказал. — Уже доказал. — Ну, это же не доказательство, потому что доказательство мы можем привести обратное. — Это доказательство. — Вы же Михеева знаете? — Ну, вы же знаете Михеева, он предоставил много факторов. — Понятно. Не будете. — Перед украинцами? — Я перед украинцами могу извиниться, знаете, за что? Потому что у меня половина семьи из Украины, из Житомира, из Черновцов. Я могу извиниться только за то, что в нашем государстве происходит сейчас, как бы, можно сказать, гражданская война. — Какая гражданская война? — Вы хотите сказать, что Украина и Россия — это одна страна? — Это одна страна. Всегда будет. И всегда так было и будет. И никуда от этого не клятся. — Договор о российско-украинской границе не хотите открыть? — Они просто считают, что они младшие братья. Но мы их так не считаем. Мы одинаково, совершенно одинаково. — Я вам открою маленький секрет. Вас вообще братьями не считают. После 2014 года вас братьями вообще, в принципе, не считают. — Изменится. Вы не поверите, это изменится. — Изменится. Изменится только тогда, когда вы не начнете искать отговорки, а будете извиняться. — Да, извинюсь. Нет, когда в 2017 году произошла перелом, когда с Германией у нас была война. Но почему-то с Германией были очень хорошие отношения после Великой Отечественной. Очень хорошие отношения. А с Украиной мы точно наладим. Но не благодаря вам. — Вы думаете, что наладите? — Да-да-да, конечно. Больше с вами говорить нечего. Я понял, что извинений от вас мы не дождемся. — Не дождемся. — До свидания. — Поэтому в следующий раз, помимо документов, еще соберите яйца в кулак, хорошо? — Вы мне предоставили свои документы. Если бы я был точно уверен... — Это были не документы, это было признание Министерства обороны. Опущенные ракете на Умань. Алло. — Алло. — Опущенные ракете на Умань. — На Умань, да. — На Умань, да. — Вот. Ошибочно или специально? — Если там написано точно в цели, ракета прилетела в дом, то как вы считаете? — Хорошо. Тогда, если даже в любой ситуации, если это со стороны Российской Федерации попала ракета в дома с гражданским населением, то у меня больше выхода нет. — Нет. Выхода нет, потому что мне только надо извиниться, потому что... — Так надо извиниться или вы извиняетесь? — Извиняемся, да. Потому что мы боремся с националистическим обществом, а не с гражданским населением. — Вы путаете националистов и националистов. Хочу с вами говорить вообще. — Всего доброго. — Всего доброго. — До свидания. — Вы слабое звено. Прощайте. — Субтитры создавал DimaTorzok